Всем привет! В эфире «Заметки в Черкесии» и сегодня у меня краткий обзор по поводу книги, очередной книг, которую я бы хотел вам рассказать. Это двухтомник Джеймса Белла «Записки пребывания в Черкесии». Чем интересен? Самый, наверное, знаменитый из всех путешественников, который здесь был английского происхождения, шпион по сути, который рассказывает о Черкесии с другой стороны, с совершенно иным взглядом, как враг России. Сам Джеймс Белл был известный купец, торговец, он на своей шкуне контрабанду провозил в Черкесию в 1830-х годах в середине. Потом эту шкуну конфисковали, и он на следующий год приехал уже к Черкесии, пытаясь понять, что у них там происходит и организовать какое-то там сопротивление, объединить их в войне против России. Чем интересен Белла, он, в отличие от других путешественников, он очень долго пробыл здесь. Он три года фактически пробыл в Черкесии, изъездил все по побережью, от Тамани до Абхазии, даже до Гагр, в глубинку перебирался, в район, допустим, того же Горячего Ключа, вот все, что там при Кубане, да, к западу, до Крымска. Все это он изъездил, все описал. Он в своих книгах очень так сочно, ярко описывает быт, традиции, топонимику затрагивает, у него очень много геологии, там, где, какие залежи там полезных ископаемых, он отмечал все это для себя, и, в общем-то, все вот эти имена, фамилии черкесских князей, там, какие собрания проводились. Причем, самое интересное, он уже был в тот период, когда строилась Черноморская линия военных укреплений, когда вот эти все десанты происходили, он многих из этих десантов он лично видел, многие крепости из этих русских, русский описывал их быт. Ну, скажем, это с другой стороны, то есть, если в России преувеличивали, как все хорошо, он здесь, наоборот, преукрашал так, что все, наоборот, очень плохо. То есть, если взять российские источники Белла, сравнить то, что это среднее было правдой. Поэтому в эту книгу я наиболее рекомендую к прочтению, как самое такое полное отражение жизни Черкесии, вот, с середины до конца 1130-х годов, когда развивался мархиевик Кавказской войны. Единственный минус был в данном случае, он очень коверкает имена, многие вообще до неузнаваемости именно черкесские. Но с другой стороны, еще очень хорошо описывают русских офицеров, военнослужащих, крупных минералов, как их воспринимали именно в Черкесии. И вообще мировоззрение Черкесии, как он это все воспринимал, как войну, мир и прочие эти вещи, как зарубежные державы. Поэтому он сам, не скрывая, пишет, что, да, я все это, я приехал как авантюрист, за мной никакой поддержки из Англии не было. И он надеялся, что именно своими действиями, описаниями он сможет заставить парламент как-то там решить, какие-то принять действия в поддержку независимости Черкесии. Но к концу своего пребывания он, получая письма из Англии все больше понимал, что это все бесполезно, и что скоро его, в общем-то, когда Черкесы это прознают, он очень плохо будет. Он пытался последний год фактически скрыться, убежать из Черкесии, но у него не удавалось, потому что очень было сильно блокировано русскими кораблями побережье, и не удавалось. Тем более, что шла активная охота российского правительства на него, знали, за его голову была награда, назначена огромная, и он перемещался постоянно, меняя свои места, привычки, какие-то там планы, то есть вынужден был постоянно скрываться. В общем, книга во всех смыслах интересная, по сути, это такой Джеймс Бонд, типичный английский Джеймс Бонд на берегах побережья современного Краснодарского края. Поэтому очень рекомендую приобрести эту книгу, почитать, и ознакомиться. Прямо будете выписывать на цитаты все эти вещи. На этом все, делитесь с друзьями, комментируйте, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!